Жители аварийного дома в Западно-Казахстанской области получили новые квартиры, деньги на строительство жилья в селе Санаторий Акжаик, собирали всем миром. Аксакалы района даже создали общественный фонд. Как мы уже рассказывали в одном из выпусков, единственная многоэтажка в поселке, построенная 40 лет назад, была в критическом состоянии. Люди жили без воды, газа и тепла. Как помогали землякам жители при Уралье, расскажет Асель Русалиева. Этот злополучный дом когда-то принадлежал Санаторию. Он изначально был сдан с браком, говорят проектировщики. Усугубило ситуацию то, что в 90-е годы из-за нехватки средств собственник отключил отопление и воду. Позже перестала функционировать канализационная система. Без воды, без отопления жили. Таскали дров с леса, топили. Кто думает, что в пятиэтажном здании будет печь? Каждый житель печь построил. Это как можно. Сам подумайте, я на четвертом беде жил. 70-квартирный дом был признан аварийным и ремонту не подлежал. Да и отремонтировать его за счет бюджета закон не позволял. Квартиры были приватизированы. На помощь пришли земляки. Создали специальный общественный фонд. Откликнулись здесь некоторые бизнесмены, руководители крестьянских хозяйств и другие формирования, которые имеют денежные ресурсы. Конечно, лишних денежных ресурсов ни у кого нет, но тем не менее люди помогли. Таким образом, собрали свыше 80 миллионов тенге. На эти средства в селе построили 11, одно, двух и трех квартирных домов. Управились за три месяца. Газовые, водопроводные и электрические сети к домам коммунальные предприятия подводили за свой счет. И в начале декабря был полностью построен. Подведем было водоснабжение, освещение, улицное освещение, теплооснабжение, то есть газ подвели в каждый дом. Кроме этого, у нас были жители, которые начали строительство самостоятельно до этого. Так как они начали строительство, недоконченные им, тоже с этого фонда была выделена тоже сумма для поддержания, энной суммы для завершения их строительства. Зашли в этот дом, аж внучка обняла мне, говорит, неужели мы дрова не будем таскать. Дай Бог всем, говорю, спасибо я. Прямо как мать, как опекун, всем-всем я благодарна, всей душой. Новые квартиры безвозмездно переданы в собственность жильцов. Новоселы безгранично благодарны своим землякам. Это еще один яркий пример того, как сообща можно решить, казалось бы, неразрешимые проблемы. Асила Русалива, Бладжар Ругасов, Западно-Казахстанская область.